Всем добрый день, меня зовут Олег Власов. Сегодня я запишу третью часть видеоинструкции по установке и настройке плагина Next Game Gallery. В первых двух частях, которые вы можете посмотреть на моем сайте wpfreethames.ru я рассказывал о том, как установить плагин на сайте WordPress, как установить скрипт image rotator в необходимую папку, как настроить, ну скажем так, как посмотреть стандартные настройки и кое-что там изменить в плагине, а также как добавить галереи тремя способами, которые имеются в настройках плагина. Сегодняшний мой рассказ коснется создания альбома, а также я покажу вам один пример, как работает этот плагин на одном из сайтов, которые я делал для своего заказчика. Итак, давайте посмотрим. Вот мы делали, во втором видео, я делал три галереи с фотографиями тортов. Тортов на заказ. Вы помните это. И теперь сегодня я расскажу о том, как создать альбом из нескольких фото галереи. В принципе это делается очень просто. Честно говоря, я никогда альбомы не делал, так как внешне в плагине они выглядят не очень красиво. Может быть я что-то не знаю, может быть кто-то из вас более продвинутый подскажет мне, что я делаю неправильно, но в своем видео я расскажу сейчас так. Открываем страницу альбом в настройках плагина NextGenGallery. Здесь вы видите, сразу хочу предупредить, что я это рассказывал в первом своем видео. Я работаю с плагином старой версии, а именно у меня стоит сейчас версия 1.7.4. Как видите, есть доступная свежая версия 1.9.3. И сегодня я тоже об этом расскажу, как правильно обновить плагин. Возможно в новой версии есть какое-то внешнее отличие, поэтому сейчас пока я рассказываю именно об этой версии. То есть мы заходим на страницу управления альбомами. В данном случае у нас нет ни одного альбома. Мы видим, что у нас есть три галереи. И соответственно давайте попробуем, создадим один альбом и добавим в него наши галереи. Назовем, к примеру, альбом торты на заказе. Видите, да? Альбом создан. Теперь мы просто берем и перетаскиваем мышкой в этот альбом наши две, три точнее галереи. Можем их тут расположить в каком-то своем порядке. Все это легко делается. После этого мы все сделали, да? Нажимаем кнопку обновить. Сохраняем наш альбом. Альбом ID альбома 2. Теперь, если мы хотим добавить или создать какую-то страницу или добавить альбом в какую-то запись, допустим, записи. Мы открываем наши записи. Здесь мы делали галереи. Давайте мы во вторую добавим наш альбом. Перейдем вниз, поставим курсор. Откроем нашу кнопку добавления альбомов и галерей. Перейдем на вкладку альбом и найдем наш созданный альбом торты на заказ. Здесь два варианта. Расширенная и компактная версия. Давайте попробуем, сделаем компактное. Видите, добавился короткий код. Обновляем запись. Смотрим, что у нас здесь произошло. Вот мы видим, добавился наш альбом, в котором есть по 8 фотографий. Три галереи и по 8 фотографий. При нажатии на галерею у нас открывается галерея, которую мы можем просмотреть как слайд-шоу. Возвращаемся, то же самое нажимаем. Можем посмотреть стороне галереи и так далее. Внешне компактная форма выглядит более привлекательно, чем расширенная. Давайте перейдем на расширенную. расширенная. Там меняется слово только на Xden. Хе-е-е, опять не то. Сейчас. По-моему так. Ну вот, расширенный вариант. На всю ширину ставится. Мне он не нравится. Не знаю, почему так. Может быть, надо настроить так-то иначе. Я посмотрел предварительно, честно говоря. Он не разобрался с этими альбомами. Но сразу вопрос у меня к вам. Точнее, к тем, кто хочет создать альбом. А зачем он нужен? Для того, чтобы вывести несколько галерей, достаточно использовать короткие коды этих галерей. Как видите, у нас это все есть. Вот у нас есть три галереи. Каждую из которых мы можем здесь подписать, заглавить и, соответственно, потом рассматривать. Как вариант, я могу показать вам сейчас сайт одного из моих заказчиков, который я делал примерно год назад. Может, чуть меньше. Человек занимается услугами по обучению дайвингу в Одессе. Здесь все реальные фотографии, те, что были сделаны во время его погружения. Вот здесь мы видим страницу фотогалереи. Давайте откроем ее и посмотрим. Обратите внимание, что у нас здесь есть. У нас идет заголовок страницы, потом идет, скажем так, условно, заголовок раздела, альбома, как угодно, в котором идет какая-то галерея, которая называется Балаклава, Февраль. Здесь показано 9 фотографий. И, как видите, есть еще вкладка. Мы можем открыть вторую вкладку галереи Балаклава, Февраль, открыть третью вкладку и так далее. То есть у нас здесь в каждой галерее много фотографий. И вот, соответственно, они вот таким вот образом настроены. Поверьте, здесь не используются никакие супер-пупер настройки. Здесь используется достаточно старый плагин. Вот если я сейчас открою, вам покажу эту страницу галереи. Как видите, вот 2010 год у нас идет, и здесь есть три фотогалереи. Балаклава, Февраль, Египет и Курортная. Все. Вот если мы посмотрим на эту страницу, то вы видите, здесь выведены короткие коды трех галерей. Галереи ID24, 27 и 26. И согласитесь, что вот такой макет представления достаточно красивый. То есть здесь человек учел ширину страницы, сделал соответствующие размеры миниатюр. Не такие, как мы делали здесь. Здесь у нас маленькие. А здесь у нас страница на всю ширину, без боковой колонки. Соответственно, мы смогли, ну точнее, почему мы, он смог, я ему подсказывал, он смог настроить таким образом, что у него, видите, миниатюры между миниатюрами пробелы одинаковые. То есть смотрится очень красиво. Выводится 9. Опять же, это все учитывается в настройках, о которых я вам рассказывал в предыдущем, в первом видео, в настройке галереи. Обратите внимание, у него галерея не русифицирована, и он чудесно с ней разбирается. Мне кажется, что идти путем создания альбома может быть не совсем правильно. А вот создание нескольких галерей и потом их компактное размещение на странице позволит, мне кажется, создать достаточно симпатичную фотогалерею общую или альбом. Вот альбом, допустим, 2010 года. Затем он может сделать альбом 2011, 2012 и так далее. То есть все это у него уже в принципе есть, просто человек, ну скажем, как и все мы, не все успевает вовремя сделать. Что касается версии плагина, давайте мы посмотрим, какая стоит у него, просто ради интереса. и человек не жалуется, не обновляет до последней версии. Так, NextGen, у него стоит 1.84. Только что я вам показывал на моем поддомене, NextGen стоит 1.74. То есть у него даже чуть новее, чем та, которую я вам сейчас показываю. опять же, если вернуться к странице, где я сейчас, к записям, где я сейчас создал альбом, что хочу показать. То есть вот эти настройки здесь вы можете опять же, посмотреть внимательно еще раз вот этот альбом, расширенная, компактная, то есть выбирать здесь варианты. То же самое касается и галереи. То есть можно там дополнительно еще кое-что настроить. Теперь несколько слов о обновлении. Несколько слов об обновлении. Значит, хочу сказать, что плагин при его активации создает несколько таблиц в базе данных. Поэтому просто так удалить, как обычно удаляется плагин, я не рекомендую, потому что после удаления плагина у вас все равно останутся таблицы. Поэтому, если вы хотите полностью удалить этот плагин, вообще удалить, то лучше пользоваться вот этой вкладкой сбросить все удалить. Тогда будет удален не только плагин, а также будут удалены таблицы в базе данных. Соответственно, база данных будет корректно работать и облегчена с минусом этих таблиц. если вы просто обновляете плагин, то надо правильно пройти все шаги обновления. Давайте попробуем, я вам покажу, как это все делается. Выбираем режим обновить автоматически. Версия последняя 1.9.3 вы видите, да? плагин успешно активирован, но это еще не все. Обратите внимание, вверху появилась надпись Please update the date base of NextGen Gallery. То есть плагин просит обновить базу данных плагина NextGen Gallery. Поэтому после обновления плагина, вы видите, у нас сейчас появилась последняя версия 1.9.3 обязательно нужно кликнуть здесь и обновить базу данных. Start Upgrade далее Continue все и мы обновили. Но обратите внимание, после обновления потерялась русификация та, о которой я вам изначально говорил. Что нужно сделать? Нужно сделать следующее. Вернуть файлы русификации, которые я вам давал на скачивание. Я надеюсь, вы их скачали, сохранили у себя на компьютере. Если не сохранили, вы можете скачать опять в той статье, которая начинается первая видеоинструкция, там есть в конце ссылка на скачивание файлов русификации. Давайте сейчас мы это сделаем и на моем поддомене. Так, мне нужно сейчас найти где они у меня лежат. документы, wordpress, nextgen, вот у меня файлы русификации, здесь соответственно есть подсказка куда его ложить. так, ну я в принципе помню сейчас захожу на свой сайт wp-content, папка plugins и плагин nextgen gallery. здесь нужно заменить в папке lang, добавить, точнее, не заменить, сейчас добавить два файла с расширением m.o.p.o. вот я добавил, а вот эти javascript и нужно добавить в папку так, сейчас я вспомню, javascript, нет, как вы же добавляете, секунду, admin, tnmce, lang, и вот сюда положить, запоминайте, javascript и ложатся в папку plugin nextgen gallery admin tnmce lang, все, я добавил языки, теперь смотрите, я сейчас просто перегружаю страницу плагина и как видите у меня русификация вся обновила, что теперь здесь я могу посмотреть, ну давайте посмотрим, чем отличается, ну вот немножко отличается внешне, по-моему здесь ничего такого не поменялось в новой версии, как был альбом, так он наверное и выглядит, да, ну и галерея то же самое, ну вот в принципе и все, что я хотел рассказать вам о настройках плагина nextgen gallery, как видите мы его обновили корректно, все в порядке, все работает, популярность этого плагина очень высока не только в рунете, но и в доткоме, почему, потому что наверное для этого плагина очень много существует на сегодняшний день различных дополнительных плагинов, вот и по запросу nextgen gallery на сайте wordpress.org extend plugins, то есть в поиске, да, я вот видите ввел nextgen gallery, обратите внимание сколько разных плагинов выводится мне здесь дополнительно, понятное дело, что все знать невозможно, вот, ну допустим этот запрос меня вывел, плагин есть nextgen gallery optimizer, потом есть nextgen gallery geo, просто сам плагин, далее nextgen gallery автор, даты какие-то, комментарии, голосования, расширенный какой-то вариант плагина, не обязательно это может быть тот же автор, nextgen gallery sidebar виджет, nextgallery интеграция, есть еще seo pit title, обзоры галереей, слайдеры на jQuery, использованием произвольных полей, какие-то карусели на jQuery, списке изображений и так далее, то есть здесь очень много плагинов, сомневаюсь я, что они все переведены на русский, и здесь видите еще описание какие-то в редакторе можно добавлять, то есть опять же все это расширение, как это проверить, то есть вы можете открыть и посмотреть, что допустим в той же инсталляции наверняка написано, что надо необходимо обязательно использовать сам плагин nextgen, ну и так далее, авторы, здесь даже не указаны авторы, но если посмотреть автора, к примеру, и по его, что он предлагает, сейчас секундочку, я вам покажу, вот его, вот наш плагин 193, который только что мы обновили, здесь наверняка есть, сейчас секундочку, я найду, так, не вижу, я автора, а вот Alex Rabet, 4 плагина он здесь выложил, давайте посмотрим, какие, то есть вот непосредственно его, второй плагин, видимо, связанный с плагином nextgen, это monoslightshow, то есть это, видимо, дополнение, официальное дополнение, здесь можно посмотреть демонстрацию в режиме демо, этот плагин вероят, ну что за слайдшоу, я не знаю, не использовал, я в принципе вам рассказал, будем подводить короткий тот, я вам в принципе рассказал об этом плагине, то, что знаю сам, поэтому, как вариант, если вы будете меня спрашивать, о том, можно ли добавить что-то в этот плагин, я вам сразу говорю, я не знаю, потому что, как вы сами видите, плагинов, которые работают, как nextgen галлери плагин, а возможно как дополнение к нему, их очень много, то есть, если считать, что вот у нас в выдаче на страницу выходит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь плагинов, а здесь, как вы видите, 15 я вижу вкладок, то сами понимаете, что даже если 14 на 8, это получается 120 плагинов, которые имеют какое-либо отношение к nextgen галлери, не обязательно это все напрямую связано, ну просто в запросе, если nextgen ввести, то соответственно выводится столько-то плагинов, которые или работают вместе с nextgen или скажем так, повторяют его какой-то функционал, поэтому есть ли вопросы касаемые а как работает тот или иной плагин с ним, дополнение, расширение, я вам сразу говорю, я не знаю, я не пользовался, я вам как вариант показал сайт Tactical Diving, то есть это вот пример вам использования этого плагина вот реально на сайт, понимаете, я считаю, что для галереи, которую вы хотите создать, вот если еще сюда подписи добавить, которые я вам показывал во втором видео, то я считаю это вполне великолепно представление фотографии и изображений на вашем сайте, учитывая то, что это бесплатный вариант, то есть вы берете плагин, бесплатно скачиваете, устанавливаете, настраиваете, загружаете фотографии и показываете на своем сайте вашем посетителе, я считаю, что для бесплатного варианта лучше не придумать, если же вы хотите что-то более серьезное, значит, или изучаете вот здесь наличие всех этих плагинов, или заказываете кому-то разработку страницы портфолио, ну как вариант, я вам сейчас могу показать, нет, не покажу, наверное, как вариант, я делал недавно сайт человеку о Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, то есть человек организовывает туры, вот, ему необходим был сайт, в котором тоже есть фото галерея, я ему сделал не на плагине NextGenGallery, а другими функциями, другими, скажем так, плагинами, где это тоже, тоже красиво, тоже здорово, но это стоит денег, поэтому хотите разбираться с NextGen, пожалуйста, если вы что-то новое найдете, найдете новые настройки, или найдете какие-то плагины, которые и русифицированные, и несложные в настройке, но они как бы расширяют функционал основного плагина NextGenGallery, пишите в комментариях, делитесь другими читателями, давайте ссылки, описывайте те или иные параметры, которые помогут другим читателям лучше настроить плагин NextGenGallery, я считаю, что то, что я рассказал, этого достаточно для того, чтобы качественно сделать вот подобную галерею, как вы здесь видите на экране, сделайте всегда на сайте. На этом я заканчиваю свою видеоинструкцию о плагине NextGenGallery, Надеюсь, мои видео вам помогут разобраться и настроить так, как вы считаете для себя лучше. Спасибо за внимание, всем удачи! Всем удачи! субтитры подогнал «Симон»!